В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу Город новости по Выборгске. В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Здесь вновь звучат звонкие голоса. В Выборге после ремонта распахнул свои двери детский сад номер 21. Дождь сенокосу не помеха. Выборгские аграрии завершают заготовку кормов на зиму. Магия клавиш и струн. Рощинская школа искусств обновила фонд музыкальных инструментов. Без воды остались вечером 13 сентября жители Выборга. Причиной стала авария на насосной станции. В зону отключения попали микрорайоны Центральный, Промышленный, Петровский и Кировский. Водоснабжение в городе отключили в понедельник в 21.30. Как сообщили в пресс-службе Леноблводоканала, аварийно-восстановительные работы на насосной станции первого подъема велись всю ночь. Для обеспечения жителей питьевой водой были задействованы автоцистерны. Машины направили даже из других районов. По мере прибытия спецтранспорта график адресов подвоза корректировался. Утром во вторник водоснабжение было восстановлено. По мере наполнения системы вода начала поступать в дома. Ремонтные работы на аварийном участке продолжаются. С вопросами жители могут обращаться на круглосуточную линию водоканала. Номер телефона на ваших экранах. В Выборге продолжается благоустройство. Дорожный ремонт и строительство электролинии ведутся на улице Штурма. Уже готовы пешеходные дорожки к зданию архива. Теперь предстоит заасфальтировать участок до улицы Островной и установить вдоль него фонари. Параллельно возле домов номер 2, 3 и 6 облагораживают дворовую территорию. По окончании этих работ начнется изменение схемы дорожного движения на улицах Штурма и Апраксина. Здесь оно станет закольцованным. Напомним, благоустройство идет при софинансировании из областного бюджета. Более 20 дворов в Выборге преобразятся в этом году в рамках муниципальной программы. Уже завершены работы на улице Приморской возле домов 54 и 56 и на Акулова 8. Здесь заасфальтированы проезды и оборудованы парковки. В планах работы на Леншоссе 28, Приморском – шоссе 2. У домов номер 9 и 38 на Приморской, а также на Рубежной, Кривоносово и ряде других улиц. Новое игровое оборудование на детских площадках появится на Мира-17, проспекте Ленина-9, Московском-16 и еще в десятки дворов в разных частях города. К выборам готовы. В Ленинградской области проведена вся необходимая работа, чтобы предстоящие выборы прошли открыто и безопасно. Об этом говорили в ходе заседания рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям и муниципальным администрациям в подготовке к проведению голосования. Все избирательные участки оснастили системой видеофиксации. Наблюдатели прошли обучение. Полиция готова обеспечить порядок. Какая роль в этом процессе отведена молодежи, узнаем в следующем сюжете. Для проведения выборов в Ленинградской области подготовили общественных наблюдателей. Они будут контролировать избирательный процесс на протяжении трех дней голосования – 17, 18 и 19 сентября. В регионе сегодня работает более тысячи избирательных участков. На каждой из них партии, кандидаты и общественная палата имеют право направить своих наблюдателей. Это закреплено законодательно с 2018 года. В ходе подготовки к выборам общественный штаб по организации наблюдения провел обучение почти двух тысяч человек. К контролю за голосованием в этом году привлекли молодежь. Среди них 15 студентов выборского филиала ЛГУ имени Пушкина. Нам рассказывали, в принципе, как оно все проходит, как мы должны сидеть, собственно говоря, какая форма у нас должна быть, бланки, что в них вообще пишется. Мы студенты, естественно, должны в этом принимать участие, потому что, мне кажется, то, что от нашего выбора многое зависит, кто будет вообще сидеть выше. И, собственно говоря, мне самой стало интересно, как это все проходит. В прошлом году Ольга уже принимала участие в голосовании в качестве избирателя. А вот ее однокурсница в этом процессе – новичок. Объединяет девушек активная гражданская позиция. Мне было очень интересно узнать, каково это быть в такой сфере, потому что это, во-первых, определенный опыт. Участие в выборном процессе очень важно, потому что формирует правовую культуру и правосознание. Обеспечивать общественный порядок на всех 120 избирательных участках Выборгского района призваны сотрудники полиции. На время подготовки и проведения выборов задействуют более 300 правоохранителей. Уже сейчас они заступили на дежурство в территориальных избиркомах. В дни голосования представители МВД будут находиться на всех площадках для голосования. На каждом избирательном участке будет обеспечено дежурство нарядов полиции с момента завоза избирательной документации и до окончания выборов с целью обеспечения безопасности избирательного процесса и реализации избирательных прав граждан. Совместно с членами избирательных комиссий предусмотрено осуществление мероприятий по предотвращению случаев выноса бюллетеней из помещения для голосования. Перед открытием каждого избирательного участка будут осуществлены оперативно-технические осмотры с целью обнаружения взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. О нарушениях избирательного законодательства в дни подготовки и проведения выборов можно сообщить в дежурную часть по номерам телефонов 02 или 30307. Виктория Иванова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Когда 13-е – счастливое число. Накануне в 21-й детский сад города Выборга вернулся детский смех. После кардинальных работ по реновации дошкольное учреждение приступило к работе. Этого дня с нетерпением ждали маленькие выборжцы, их родители и, конечно, педагогический коллектив. Ну, словно как 1 сентября, кто-то шел с букетами, кто-то бежал к воспитателям, да, кому-то было интересно вернуться просто в группу и первые игрушки, которых нет дома, да, вот их встречали в детском саду. Конечно, это радость. И без слез не обошлось. Конечно, наши привыкашки малыши, которые сегодня тоже первый раз пришли в детский сад, и не без слез, да. Ну, все поправимо и все дальше. Я думаю, что все будет у нас хорошо. На реновацию дошкольного учреждения было затрачено более 75 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Зданию на улице Спортивной уже 40 лет, и это первая масштабная его реконструкция. Кстати, необычную расцветку фасада придумали сами сотрудники детского сада. В наши серые погодные условия хотелось яркого, радостного, красивого детского сада, чтобы вот шел и видел, что это детский сад, а не больница, да, или необычное серое какое-то здание. Вот именно такого мы эффекта и добивались. В средизелени, чтобы мы были яркими, сочными, красивыми. В первый день воспитатели и их помощники встретили 185 воспитанников. Всего же их будет 300. От полутора до семи лет. В Выборгском районе завершается кормозаготовительная кампания. Как гласит пословица, летний день год кормит. Поэтому до осенних и затяжных дождей надо наполнить и надежно укрыть силосные ямы. А еще, если есть возможность, поделиться силосом и сеном с соседями, для которых сезон выдался не совсем удачным. Племенной завод Рябовский готов к этому. Благодаря чему узнала наш корреспондент Наталья Березовская. На полях племенного завода Рябовский ровными рядками провяливается на солнце зеленая масса. Чтобы вовремя убрать второй урожай многолетних трав, в поле выходят рано утром. А отдыхать отправляются затемно. Важен каждый погожий день. С председателем СПК Рябовский Магомедом Рамазановым мы отправляемся на участок, где тестируются последние достижения агротехники, установленные на косилке автопилот, позволяющие облегчить труд механизатора. Если мы раньше, наша косилка, черная захвата была 7,90, при хлюсту было поле, на сегодняшний день черная захвата 8,40, если туда-обратно, метр лишней площади. Кроме того, система сама корректирует траекторию, а это экономия времени, моторесурса, горюче-смазочных материалов и трудозатрат. В общей сложности на 11% подсчитали специалисты. Современный автопарк – одна из составляющих успеха. В этом году приобретено технике больше 20 миллионов рублей за счет собственных средств. Это акцион ферма класса трактор 250 л.с. Это скорпион-телескопический погрузчик, это разбрасыватель «Извести». Травы на этих 11 гектарах, как, впрочем, и на всех кормозаготовительных полях в Рябовском, российской селекции. Тимофеевка, красный луговой клевер, ежа – все они богаты сахаром, протеином и углеводами, которые так нужны буренкам зимой. И все они обязательно должны быть районированы для Ленинградской области. Тогда хозяйство получит на них субсидии. Вообще же, господдержка во многом помогает сегодня тем, кто трудится на земле. Субсидии мы получаем в год районе 25 миллионов рублей. На сегодняшний день нам тяжело было бы без субсидий. Последние два года цена молоко на мясо не меняется. Если взять пример, в прошлом году, в сентябре, мы ежемен покупали по 12 рублей, на сегодняшний день 17,5. В зимний период покупали 19 рублей. Цена на молоко на мясо два года назад, как мы реализовали, так и до сих пор реализуем. Конечно, очень благодарен администрации Выборского района, который выделяется субсидии для сельского хозяйства. Это областное правительство, которое и федеральное. Мы участвуем по всем программам, которые субсидируются. В Рябовском сегодня насчитывается 500 голов дойного стада. Всего же около тысячи племенных животных. И все они, по оценкам специалистов отдела аграрной политики администрации Выборского района, получают достойный рацион. И на выходе 11 тысяч литров молока от одной коровы. Качество в Рябовском начинается очень глубоко до того, как появляются растения. То есть работа начинается с земли. Земля должна быть полдородная. Тогда можно от нее что-то получить. То есть проводятся, в первую очередь, мелиоративные работы. Второе. Перед тем, как посеять вкусную, хорошую травку на этом поле, большое внимание вносится к внесению органических удобрений. Для примера, этот год очень был показательный. То есть те совхозы, которые использовали минеральные удобрения, они остались без урожая. Рабочий день у механизаторов в разгаре. 40 минут на обед и снова в поле. А руководитель сельхозпредприятия уже может наблюдать за соблюдением графика и объемом произведенных работ из своего кабинета. Все идет по плану. А значит, последняя из 10 запланированных тысяч тонн силоса скоро надежно уляжется в траншею до зимы. Наталья Березовская, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». От балалайки до рояля. Рощинская школа искусств получила новые музыкальные инструменты. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Культура». Какие звуки теперь наполняют учебные классы, услышим прямо сейчас. Новая флейта и звучит по-новому. Привычные ноты обрели необычайно яркую окраску. Александра Крепс, преподаватель Рощинской школы искусств, говорит, что детям стало легче заниматься музыкой. Ведь старые инструменты свой век уже отжили. Инструменты хорошие, качественные, очень легко на них играть детям. Мальчик перешел с нашей старой школьной флейты на новую. У него гораздо лучше все звучит, ему проще играть. И я надеюсь, что у детей успешнее все будет получаться на новых инструментах. В 2021 году Рощинская школа искусств вошла в федеральную программу «Культура». Благодаря ей в классах появились новые музыкальные инструменты, оборудование, мебель и наглядные пособия. В этом году замечательное поступление инструментов, пополнился парк инструментов. Конечно, это очень важно для детей, потому что мы сейчас реализуем предпрофессиональные программы. И для подготовки профиль на детей нужны, конечно, качественные инструменты. Вот тем самым мы рады, что у нас появились такие инструменты. По музыкальным классам поселков Рощина, Первомайская и Кирпичная распределены 9 пианино, скрипки, аккордеоны, гитары, флейты и даже концертный рояль. Этот инструмент в стенах школы появился впервые и вызывает у преподавательского состава и учеников особую радость. И раз, и два, и три, и два, и раз, и раз. В этом зале мы проводим концерты. Для этого действительно нам необходим был такой рояль. И мы очень рады, что он у нас появился. И даже преподаватели могут теперь заниматься на таком рояле. Тем более детям давать азы, так сказать, учебу и помогать им профессионально расти. Новые музыкальные инструменты дают ученикам дополнительную мотивацию, уверены преподаватели. Гладкие, блестящие, еще пахнут деревом. Такие и в руки взять приятно. И играть на них – одно удовольствие. В отбору инструментов уделялось особое внимание. Все они современные и, по мнению преподавателей, как нельзя лучше подходят для обучения детей. На старых инструментах не всегда было три педали, например. На старом две, да? На старом две педали, да. Но вот средняя педаль, она очень помогает. Она удобна и для домашнего музицирования, чтобы не мешать соседям, что очень актуально, по-моему. И здесь, в профессиональном учебном заведении, мы можем использовать среднюю педаль для того, чтобы какие-то моменты развивать в качестве упражнений. Юная пианистка Полина Воеводина не отрывает глаз от нотных листков. Заниматься музыкой стало куда приятней. Оно и понятно – новое пианино звучит совсем иначе. Очень хороший, яркий, хорошо звучит. Есть все три педали. Играя где две педали, но он не очень удобный. Десятилетняя Кира старательно выводит мелодию с мычком. Занимается девочка второй год. В ее руках – скрипка маленького размера. Спустя время скрипачка возьмет инструмент побольше. В школу искусств они поступили в разных размерах, на разный возраст. Своего часа ждут гитары, балалайка и аккордеоны. Фонд музыкальных инструментов здесь теперь обширный, как никогда. Появилась и интерактивная доска для уроков. Она пригодится не только музыкантам, но и юным художникам. Первоклашки старательно рисуют натюрморт. В акварельной технике перец и яблоки переносятся на бумагу. Для удобства ребят в классе появилась и новая мебель. Одним словом, здесь есть все, чтобы совершенствовать свое мастерство и заниматься искусством с удовольствием. Татьяна Анкудович, Кирилл Воженин, медиагруппа «Наш город». Огромный мир маленьких мхов решил показать своим посетителям музей-заповедник парк Монрепо. На минувшей неделе здесь открыли экспозицию, посвященную этим удивительным растениям. Первыми ее увидели наши корреспонденты. Небольшая выставка мира мха расположилась прямо у дорожки вдоль скальной гряды и рассказывает о мхах, которые растут в парке. А их здесь, по последним данным, произрастает ни много ни мало 125 видов. Большинство людей, которые приходят в парк и смотрят на этот сплошной маховой ковер, думают, что это что-то такое однородное, потому что воспринимается глазом, как все одинаково зеленое. На самом деле мухов видов очень много, они разные, отличаются и по цвету, и по форме, по строению. И это как раз можно и увидеть на нашей выставке. У нас здесь представлено 9 видов мухов, особенно распространенных в парке, и таких, которые, в принципе, можно отличить друг от друга невооруженным глазом. Каждый экспонат снабжен не только табличкой с названием, но и QR-кодом, ведущим на страничку с описанием растения на сайте музея-заповедника. Там же можно посмотреть фото мха под микроскопом или, к примеру, видео, на котором мох оживает и распускается при увлажнении. Невзирая на небольшие размеры, мхи занимают огромную и очень важную нишу в экосистеме. Они поселяются на голых скалах и при отмирании дают начало почве, на которой затем поселяются другие зеленые растения. Они также сдерживают эрозию почвы, так как укрепляют верхний слой, уменьшают колебания температур суточных и влажности. В этой экосистеме образуется жизнь, там живут беспозвоночные, которые питаются мхом. То есть своя флора, фауна, это целый мир. Удивительно не только экосистема, которую создается общество мхов, но и каждый в отдельности представитель этого вида. Птилиум – очень красивый мох. Он представляет как будто вот перо, настоящее перо. Так оно называется, народное название у него – страусово перо. А вот мох Мниум, например, удивителен чем? У него толщина листа всего в одну клетку. И поэтому этот мох является готовым препаратом для рассматривания микроскоп. Мхи многое могут рассказать нам о состоянии экологии. И разнообразие мхового покрова в Монрепо свидетельствует о том, что это место экологически чистое. Кроме того, есть мхи-индикаторы, наличие которых на той или иной территории говорит о благополучии биосистемы. И в парке такие мхи произрастают. Правда, из-за невзрачности на выставке они не представлены. Кстати, чтобы ближе познакомиться с удивительным миром мхов парка Монрепо, на входе можно бесплатно взять составленный сотрудниками музея-заповедника информационный буклет. Елена Березовская, Андрей Нерубов, медиагруппа «Наш город». Планировалось, что выставка будет работать весь сентябрь. Но, как сообщили нам сотрудники парка, за выходные экспозицию разорили вандалы. Все, что можно было сломать и украсть, сломано и украдено. Как выглядел мир мха парка Монрепо, можно теперь увидеть только в сюжете медиагруппы «Наш город» и в официальной группе музея-заповедника ВКонтакте. И в продолжение темы. От рук хулиганов пострадала еще одна экспозиция в парке Монрепо. Наша съемочная группа работала там накануне происшествия и успела запечатлеть новую выставку. Она была посвящена году чистой воды и называлась «Источник-нарцисс» – знакомый и незнакомый. Авторы хотели привлечь внимание к одному из символов парка – маленькому роднику с чистой водой и большой историей. Был выбран формат выставки на прищепках, на белоснежных футболках, напечатали исторические фотографии источника и детские рисунки с изображением нарцисса. Выставка должна была работать у источника с 11 до 20 сентября. Нам хотелось оригинальным способом подать те изображения, тот иконографический ряд, который мы знаем об источнике «Нарцисс». Поэтому мы решили, что чистая вода, чистая одежда. И мы решили сделать изображение, напечатать на футболках, повесить их на веревочке. Они тоже собой символизируют чистоту. К сожалению, накануне экспозиция прекратила работу. Крепления были оборваны, а выставочные работы украдены. Кроме того, злоумышленники варварски прошлись и по долине Розенталь. Отсюда было унесено несколько кустов роз. Не поленились хулиганы и подняться по эко-маршруту. Здесь из деревьев были сняты все разноцветные шарфы с любовью, связанные друзьями Монрепо. Как пишут сотрудники парка в своем паблике, подобные случаи в заповеднике не новые. Еще в 1858 году Пауль Николаи давал объявление в Выборгской газете о том, что баловливые посетители Монрепо находят удовольствие в обезображивании памятников и мест отдохновения. А последний владелец Монрепо Пауль Эрнест Георг Николаи в 1905 году по этой же причине и вовсе закрывал парк для посещения. Журналисты Ленинградской области хотят радовать жителей хорошими новостями и делать это еще более качественно и профессионально. Именно поэтому они ежегодно собираются на региональном фестивале СМИ. Для чего на этот раз телевизионщиков и газетчиков завели в лес и дали в руки автоматы, расскажет моя коллега Галина Давыдова. 24-й фестиваль СМИ собрал журналистское сообщество региона на Выборгской земле на базе загородного отеля в поселке Рощино. Туда отправились и мы. В первый день работы съезда наш корреспондент Владимир Кочетков представил коллегам из других районов две программы, которые транслируются на канале ВМТК – «Спортивный интерес» и «Выборгская сторона». Он является одновременно и автором, и ведущим обеих телепередач. Это может показаться в какой-то момент в блогерском формате, но это не так, я вас уверяю. Мы привлекаем различных специалистов, тренеров, проводим, конечно, какие-то шутливые мероприятия, но все равно на спортивную тематику. У нас есть воздушная съемка, наземная, самая разная. Стараемся всегда делать интересным, прежде всего для зрителя. Представители региональной медиасферы говорили главным образом о своем будущем в условиях стремительно развивающихся цифровых платформ. Константин Визерякин, председатель областного комитета по печати, считает, что в целом у СМИ Ленинградской области неплохой плацдарм для того, чтобы смело двигаться вперед. Мы, конечно, очень хотели всех видеть. Во-вторых, мы хотели, чтобы была такая хорошая, содержательная, профессиональная программа. Ну и в-третьих, опять же, понимаем, что тяжело вот этот вот пандемийный период всем дается. Плюс сейчас еще и выборная кампания идет, поэтому все так напряженно очень работают. И мы поэтому очень хотели, чтобы была еще и такая часть, скажем так, немного развлекательная. Неспроставец говорят, что чередование умственного и физического труда всегда идет на пользу. Поэтому после общения с коллегами участников фестиваля отправили в лес. И эта часть, где журналисты превратились в бойцов на спецзадании, стала одной из самых ярких и динамичных в программе мероприятий. Разделившись на две команды, участники игры проходили разнообразные испытания. Метание гранаты, уличный баскетбол, перемотка аудиокассеты на время, стрельба из оружия, городки. Галя, 20 секунд! Во второй день фестиваля журналисты встретились с вице-губернатором Ленинградской области по внутренней политике Анной Данилюк. По приведенным ею данным социологического исследования, муниципальным СМИ доверяет почти половина опрошенных в регионе. Вы, наверное, почувствовали здесь искренность общения, желание друг друга видеть, слышать, обмениваться опытом, просто общаться, потому что видеоконференц-связи, они прочно вошли в нашу жизнь, но нет ничего лучше эмоционального общения. И нет ничего лучше, когда твоей работе дают высокую оценку. С этим, пожалуй, согласится любой журналист. Фестиваль СМИ Ленинградской области по традиции завершился церемонией награждения. Гран-при завоевала Анна Тюрина из Приозерской газеты «Красная звезда», которая написала статью о местной жительнице, спасшей жизнь двум мальчишкам, провалившимся под лед. Медиагруппы «Наш город» отметили сразу в двух номинациях – дипломом за лучший сюжет в телеэфире Ленинградской области и дипломом за первое место в конкурсе «Медиатек». Потрясающе, очень круто вообще и эмоционально так было в зале, когда много-много журналистов, именно твоих коллег тебя поддерживают, ты их поддерживаешь. И вот такие вещи, мне кажется, очень нужны в нашей сфере, потому что они помогают нам всем взаимодействовать, общаться, обмениваться опытом, делиться чем-то интересным. Я уже третий раз на этом областном фестивале, и всегда что-то новенькое для себя, интересное, мне удается узнать, подслушать, подглядеть, так вот по-хорошему потом использовать. И, надеюсь, от нас, от нашей команды коллеги тоже всегда что-то берут и используют. Это здорово, вместе мы делаем журналистику лучше. Галина Давыдова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Выборгские ветераны спорта завоевали бронзу первенства Ленинградской области по футболу. Фаворит провел на домашнем поле матч с командой из Гатчины. Наши футболисты обыграли действующего чемпиона первенства со счетом 7-4. Победа в последнем туре позволила ветеранам фаворита подняться с пятого на третье место в турнирной таблице. Всего в первенстве участвовало 7 команд. Здоровью подрастающего поколения и медицинской помощи детям будет посвящен очередной выпуск программы «Городская среда». На следующей неделе в нашу студию придет главный врач Выборгской детской городской больницы Людмила Андреева. Чтобы разговор получился конструктивным, мы принимаем обращения и от наших зрителей. Если у вас есть вопросы к Людмиле Викторовне, присылайте их в нашу редакцию по электронной почте инфособаковыборг.тв или в группу ВКонтакте «Выборг.ТВ. Интересные новости». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город новости по-выборгски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!